Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Литературные чаепития. Охотники до чаю в русской литературе». 15 декабря отмечается Международный день чая. Праздник молодой. Впервые его отмечали в 2004 году. Дата выбрана не случайно. Она отсылает нас к событиям 16 декабря 1773-го, которые вошли в историю как бостонское чаепитие. Тогда в ответ на чайный закон, принятый британским парламентом, американские колонисты устроили акцию протеста. В России традиция чаепития включает в себя богатое убранство стола и огромное количество сладких угощений. Варенье, выпечка, фрукты, мед, пирожки. Чай с фруктовыми добавками, с лимончиком или душистыми травами, особенно зимой. Чаепитие в русской литературе обычно растягивается на несколько страниц и изобилует вкусными подробностями и поэтическими описаниями. Чай в России пили все сословия, начиная от крестьян, заканчивая коронованными особами. Он был частью жизни народа, без него не получилось бы показать правдивую картину жизни. Поэтому чаепитие можно встретить практически у всех русских классиков. Прочитав некоторые произведения, мы можем узнать, как пили чай в старину. Наиболее ярким примером служит творение великого Александра Сергеевича Пушкина. Знаменитый роман в стихах Евгений Онегин переносит нас в эпоху дворянства. Поэт ярко и точно описывает жизнь, которую ведут главные герои и, конечно, какую роль в ней играет чайная традиция. В его романе Евгений Онегин, кроме прекрасного описания чаепития в доме Ларинах, мы находим легкую иронию по отношению к молодой провинциальной барышне, разливавшей чай, подобно героиням английских романов. Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар. Китайский чайник нагревая, под ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темной струей, уже душистый чай бежал и сливки мальчик подавал. Вечернее чаепитие, как видим, было не чуждо дворянскому сословию, проживавшему в своей усадьбе в деревне. Чай подавали со сладостями, сливками, в уютной семейной атмосфере. Этот момент отмечают исследователи чайной традиции. С чая же Пушкин начинает свое другое произведение – «Станционный смотритель». Рассказ ведется от лица проезжавшего мимо незнакомца, который останавливается на станции. Чай подан дочерью смотрителя Дуней. Все вместе они наслаждаются напитком и ведут неторопливую беседу. Чай, словно за руку, проводит нас в мир главных героев. Чай из самовара пили и в метели. Он служил зарядом бодрости ранним утром у помещиков. Пушкин носил чайные традиции очень умело, подчеркивая парой строк реалии жизни той эпохи. В «Капитанской дочке» чаепитие описано следующим образом. Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Мария Ивановна разливала чай. Я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, богосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселье этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно. А много ли таковых минут в бедной жизни человеческой? Хлебосольной помещицей и гостеприимной хозяйкой была бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова и Елизавета Алексеевна Арсеньева. По свидетельству современника, день Лермонтовых в Тарханах начинался с утреннего чаепития. Юношеская драма Лермонтова «Люди и страсти» начинается ремаркой. Утро. Стоят на столе чайник, самовары, чашки. Чайная комната в Тарханах. Круглый стол, покрытый нарядной скатертью. На нем по серебренной меди самовар на подносе. Горки посуды из парфора. Хрусталя и стекла. Маленький уютный диванчик. Рассказчик в романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего беремени» с любовью говорит о возможности выпить чаю на чужбине. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник и единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу. Сцену вечерних чайпитий находим и в неоконченном лермонтовском романе «Вэддим». Смеркалось. Подали свечи, поставили на стол разные закуски и медный самовар. Стол в гостиной уставили вареньями, ягодами сушеными и свежими. Со времен войны 1812 года вошел в моду обычай пить чай с ромом, носивший название «Чай с адвокатцем». И студент Лермонтов в Москве вел со своими университетскими товарищами заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить ром с чаем или голый ром. Русское чаепитие XIX века называли чаепитием помещичьим. Помещичье чаепитие прекрасно описано у Лескова, Гончарова, Тургенева и Гоголя. Любителем и ценителем чая был Николай Васильевич Гоголь. Да и сами гоголевские герои не уступают автору в употреблении чая. Дамы в записках сумасшедшего пьют его со сливками, провинциальные помещицы в мертвых душах с фруктовой наливкой. Гоголь, однако, ясно дает понять, что чаепитие было довольно дорогим удовольствием и позволить его себе мог не каждый. Главный герой повести «Шинель» Акакий, переходя к экономному расходованию средств, отказал себе именно в чае. В качестве сопутствующего угощения мелкие чиновники Петербурга, все в той же «Шинели», могли себе позволить только копеечные сухари. Чай является важной деталью образа жизни героев, «Мертвый душ». То, что Чичиков, распивая чай с коробочкой, самостоятельно вливает фруктовую в чайную чашку, подчеркивает его отношение к хозяйке. Он переходит в наступление и каких-либо церемоний в разговоре не будет. В романе Николая Семеновича «Лескова некуда» встречается прекрасная сцена провинциального чаепития, точнее, подготовки к чаепитию. В сельской конторе, на том самом месте, на котором ночью спал доктор Розанов, теперь весело кипел не совсем чистый самовар. Около самовара стояли четыре чайные чашки, чайник с обделанным волово-носиком, молочный кубан с несколько замерзшим сверху настоем, бумажные сверточки чаю и сахару и связка баранок. Зачастую первый, кто приходит на ум, когда речь заходит о чаепитиях, это Илья Ильич Обломов, герой романа Ивана Александровича Гончарова. Он любил пить чай и предаваться мечтаниям. Даже в своих грезах он видел, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под ней проницаемым для солнца навесом деревьев с длинной трубкой и лениво втягивает в себя тым, задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной. Любовь к чаю у Ивана Сергеевича Тургенева очевидно возникла с детства. Его мать хорошо разбиралась в разных сортах чая, и он был непременным участником богатой дворянской жизни в Спасском Ултовинове, где писатель родился и рос. И, разумеется, при такой любви к чаю его вполне предостаточно оказалось и в произведениях Тургенева. Сложно найти у него персонажа, который бы так или иначе не пил чай. А вот как описывается чаепитие в романе Тургенева «Отцы и дети». «Я думаю, чай готов», – промолвила Одинцова. «Господа, пойдемте, тетушка, пожалуйте чай кушать». Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее шумом отодвинул от стола, обложенное подушками, также заветное кресло, в которое пустилась княжна. Катя, разливавшая чай, первая ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе мед в чашку. Она находила, что пить чай с сахаром и грешно, и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что. Современники Федора Михайловича Достоевского отмечали его пристрастие к чайному напитку. Писатель предпочитал крепко заваренный чай и непременно сладкий. Быть может, именно поэтому чаепитие часто встречается на страницах его произведений. Так, в братьях Карамазовых чай как бы подготавливает нас к тому, что произойдет далее. Алеша и Иван встречаются в трактире и пьют чай с вареньем. В последующих эпизодах чай является связывающим звеном в общении и героев. Детальное описание того, как в старину подавали чай, встречаем у Достоевского в бесах. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахара. Большим поклонником чая был Лев Николаевич Толстой. «Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души», писал он. Толстой пил чай непременно из стакана с подстаканником. Самым главным для него в церемонии чаепития были не варенье и не пирог, а вдумчивые разговоры. Существовало бычий, что ответственной за самовар и разлитие чая была старшая из женщин, которой, как правило, являлась жена хозяина дома. В романе Толстого «В семейном счастье» эту обязанность приходится исполнять молодой девушке, что приводит ее в смущение. Вечерний чай разливала я в большой гостиной, и опять все домашние собирались к столу. Это торжественное заследание призерцали самовара и раздача стаканов и чашкой долгое время смущали меня. Мне все казалось, что я недостойна еще этой чести, слишком молода и легкомысленно, чтобы повертывать кран такого большого самовара, чтобы ставить стакан на поднос Никите и приговаривать Петру Ивановичу Марии Миничне, спрашивать, сладко ли, и оставлять куски сахара няне и заслуженным людям. У Чеховых к традиции чаепития относились серьезно. Самовар всегда держали горячим с раннего утра и до позднего вечера. Одним стаканом или чашкой чая редко обходились. Так, например, из поездки, успокаивая супругу, переживавшую за него, Антон Павлович Чехов докладывал, «По нескольку раз в день я пил чай, всякий раз по три стакана, с лимона». Любопытно, в рассказе «Невеста» Чехов пишет традиции долгого и обильного чаепития. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. В рассказах Чехова интеллигенция и дворянство часто пьет чай на летней веранде на даче. А деревенская женщина Липа из рассказа «Во враги» говорит о крестьянском чаепитии. «Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница», говорила Липа. «Сяну себе в уголочке и всю чай пью с вареньем. Или с Варварой Николаевной вместе пьем. А они что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много, четыре банки. Кушай, — говорят Липа, — не сомневайся. Бока-то живут. Чай с белой булкой и говядины тоже сколько хочешь». Ну а как вкусно описано чаепитие у Павла Ивановича Мельникова-Печорского в романе «В лесах». А Ксения Захаровна как поздоровалась с гостями, так и за чай. Утка переваливалась сбоку-набок, толстая матрена втащила в горницу и поставила на стол самовар. Ради торжественного случая был он вычищен кислотой и как жар горел. На другом столе были расставлены заедки, какими по старому обычаю прежде повсюду во всех домах угощали гостей перед сбитним и взварцем, замененными теперь чаем. Этот обычай еще сохранился по городам в купеческих домах, куда не совсем еще проникли новомодные обычаи, по скитам у тысячников и вообще сколько-нибудь у зажиточных простолюдинов. Заедки были разложены на тарелках и расставлены по столу. Тут были разные сласти, конфеты, пастила, разные пряники, орехи грецкие, американские, воложские и миндальные, фисташки, изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, финики, яблоки свежие и моченые с брусникой и вместе с тем икра, салфеточная прямо из Астрахани, донской балык, провесная шамая, белорыбица, ветчина, грибы в уксусе. Иван Сергеевич Шмелев в своих повестях «Лето Господне» и «Богомолье», вспоминая свое детство, описывает жизнь и быв московского купечества 1880-х годов. В отрывке про чай из повести «Богомолье» мы застаем героев повествования на дороге в Северке и в Посад в трактире у Брихунова. Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца. Один с кипятком, другой поменьше с заварочкой. Называется парочка. Брихунов велит заваривать для нас особенного, который розаном пахнет. Говорит нам «Кому вот тяна, а для нас господина Боткина, кому пеленага, а для вас баринова» и приговаривает стишок «Русские любят чай в прикуску, да покруче кипяток». В пьесах Александра Николаевича Островского непрерывно пьют чай и самовар превращается в главного героя сценического действия. Сам писатель, находясь в любимом Щелкове, неизменно следовал московскому обычаю и распорядок дня в имении обычно был таков. В 8-9 часов утренний чай, в час половина второго – обед, после которого следовал сон, в 4 с половиной – пять – дневной чай, в 8 часов – ужин. Ложились рано, не позже 10 часов. Традиции чаепития Островский прекрасно описывает в очерке «Замоскворечье в праздник». От обедней все идут домой чай пить и пьют часов до 9. Потом купцы едут в город тоже чай пить. В 4 часа по всему «Замоскворечье» услышан ропот самоваров. «Замоскворечье» просыпается и подтягивается. Если это летом, то в домах открываются все окна для прохлады. У открытого окна вокруг кипящего самовара составляются семейные картины. Идя по улице в этот час дня, вы можете любоваться этими картинами направо и налево. Вот направо у широко распахнутого окна купец с окладистой бородой в красной рубахе для легкости с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу и изредка поглаживает свой корпус в разных направлениях. Это значит, по душе пошло. То есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый и ранний в татарском халате с трубкой жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками. Потом и чай убирают. А пившие он и остаются у окон прохладиться и подышать свежим воздухом. И нет ничего удивительного в том, что о чай упоминали и знаменитые поэты. О чьей питье в осеннюю слякоть, о значении этого напитка для русской души, написал замечательное стихотворение поэт Александр Блок. Глухая тоска без причины, иду неотвязный угар. Давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар. За верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша, а вось и распарит кручину, хлебнувшая чаю душа. Традиция пить чай неразрывно связана с жизнью людей, с событиями, происходящими в ней. Это часть их мироздания. Любимую традицию чаепития русские писатели не могли обойти вниманием. Листая страницы российской литературы, понимаешь, насколько органично чаепитие вошло в нашу культуру, став неизменным ритуалом повседневной жизни и одним из самых любимых способов времяпрепровождения и общения. Благодарим вас за внимание.